А вот пока можем смотреть стартовый состав. Да, посмотрим стартовый состав и видим, что в три защитника центральных выходят деньги. Это значит, что в оборонительный футбол они готовы. В состав Браукбойс мы видим Даву, номер 100 в нападении. Видим Логашова, кстати, прямиком из профессионального футбола. Зириков, ну понятно здесь... ...который просто невероятно был хорош в предыдущем. Все, матчи, тут атака, ну такая, немножко пасховатенькая, будем честны. Легкая работа вибраторя. Лушников, Лушников мягенько, мягенько, мягенько. Это Давыда, пролетел Давыд на мячом. На мячом, но и теперь можно вторым ударом на месте. На месте у нас Шапляков. Все-таки мне кажется, что Дьяк попытается разочаровать товарища Шаплякова. Удар приходится прямиком в стенку и аут будет сбросан командой Браукбойс. Назад отойти немножко навес на Давыдова. Центр! Неудачно, но при этом все можно сделать сразу же контратаку, развить ее. Но нет, нет, слишком медленно. Скрыть штрафную площадь сломанных парней. Вот такая вот передача на Дамира Трегулова. Дамир крайне техничный и быстрый игрок команды денег. Я думаю, кто подписан на телеграмм Факаденек, видели, какие чудеса он творит в тренировках. Что может быть первый дальний удар получится? Но свалился мяч с ноги. Хотя здесь не очень, да, здесь на второй этаж. При этом все можно побороться. Перехват есть. Развитие атаки под Давыдова. Неудачно сыграно от Давыдова. При этом всем защита вдвоем перекрывала центрального атакующего. Рочно может со смещением в центре удар? Нет, удар не будет. Пытался дать короткую передачку насоснена, чтобы отыграться. Сейчас отлично обводка у нас от фланга. Надо играть дольше. Прошел все поле у нас. 98 номер. Дальний удар и все-таки Зириков на месте. Но здесь на самом деле не то, что было бы прессу, а суперопасно. Готов украсить игру своим присутствием. В это время Рощин врывается в штрафную. Может быть дальний удар в подкате. Шикарная работа защитников. Денег. Этот бой сказалось бы процентов на 10-15 больше. А денег тоже выглядит весьма неплохой. Инициатива. Соснин. Там Шаюнов еще снизу может сыграть через него. Нет, хотят играть через центр. Можно обратно. Рощин решать момент надо. Рощин. Ой-ой-ой. Попадает в защитника. Но РФ позволяет играть дальше. Хотя кто-то апеллирует на руку в штрафной площади. Подача. И воблов снова на месте. И в итоге мяч. Мяч до домой. Это доходит или нет? Что там? Нарушение правил? Да, а сайт судя по боковому. Счет. Меняем защиту. Все дела. Вы понимаете, как это работает. И свежесть. Свежесть это всегда хорошо. Давайте посмотрим на подачу. Сочный. Можно сыграть. Это было просто сон. Дорогие друзья, Киселев забивает гол 1-0. Только вышел и первым же касанием делает счет на табло 1-0. Шикарная подача с левого фланга, где был замечен замечательный 98-й номер. Вышел на замену. И вот он я, да, красавцы. Нет, будем честны. Он, конечно, шикарно поставил ногу, но подача была. Это что-то с чем-то. Это тот случай, когда пас красивее гола. А передачу-то делал левый защитник Ежов. С ним один тайм даже покомментировать. А он придет именно к игре Амкал Бейбеги. Вот такой вот момент. Мы сейчас, да, вот как раз таки держим связь. Так. Взять три поля. Пытается что-то интересное соорудить. Команду денег дали неудобно. Сочно. Чуть выше перекладина пролетел мяч. Довольно спокойно. При этом всем присоедини. О, и Рощи. А здесь можно что-то интересное придумать Денни Саки в положении вне игры. И сам принимает решение 9-й номер ударить. Попадает защитника на момент еще в действии. Броуки в три защитника здесь оборонялись. Можно контратаку сразу же себя замутить. Пространства маловато. Факаденги даже не успели сами отправиться в атаку. Сейчас первого тайма. Так, по головам тут все ясно. По владению. Как я и говорил, да, по владению. Чуть-чуть небольшое преимущество на стороне Броук Бойс имеется. А вот по ударам, смотри, кстати, у Броуков 100% результат по точности ударов. Два из двух. Прорваться в очень вкусном меню для вас, которые специально были приготовлены для МКС. Что может получиться? А в сайт здесь или нет? Нет, пока все нормально. Дальше показывает судья. Я не играю дальше. Можно здесь еще в объем сыграть. Но нет. Смолев. Метчи с Бадаевым смотрит за этой игрой. Перевод неплохой на правый фланг. Артур Мартиросян. Я уж думал, замахивается. Решил с ударом удивить всех болельщиков на трибуне. Посмотри, как круто режет дистанцию. Передача в центральную зону. Ну и получается убрать под себя и слева его же туда. Что это такое? Это восьмое чудо света. Как он разобрался. Влетал в эту сетку ворот. Ну просто какая красота. И тут дар прям между ног. Посмотри, четенько. И полетела, полетела плюшечка на левой верхней. В девятку. Ну что соорудил? Что соорудил Денис Вашакидзе? Как неплохо против двоих выстояло. Еще и проходит центр передачи. Получается на правый фланг. Можно сыграть подбор. Неплохо в подкате. Обработаем спокойненько. Переведем. Что он делает? Что сумасшедший разгон. Формула-1. Очень интересно, очень важно. Мы докажем сейчас всем, что... Я не знаю, о чем говорить-то. Гол. Вы видели, какой Вашак Гол положил? Мы его уволить хотели. У нас замена так же. Королеву умирает. А, нет. Ну еще и да. Это... Это... Ничего страшного. Мартирасян все еще здесь с нами. Он довольно много, на самом деле, работает на своих флангах. Подача. Шикарная вера. Ой-ой-ой. А кто будет бить? Нет, удар не прошел здесь. Ну вообще легким испугом у нас, парни. Навес. Тут трое атакующих, но неудачный навес пока что. Потом на подборе снова выиграет 95-й. И все-таки как-то более-менее пассивник обороняется. Ой, какая хорошая ядна Дамира Трегулова. Шла передача. Пользуя для АФК деньги. Сразу поддача, только низом. Можно обработать обратно. Мяч в игре довольно спокойно. Можно здесь играть, но Иван контролирует мяч. Выбивает, но сам получает травму, судя по всему. Деньги сейчас будет. Ничаев на дальнюю штангу. Ох, ты-то ничего себе, там пируэты выписывал Дамир Трегулу. Деннис Акио есть в центре сбросить передачу, но поздно. Заметил, но добарывается до конца. Деньги с мячом. Такое ощущение, что он рассчитывал на то, что его все-таки сшибут там, потому что была защитника работа. Юрий как с носка пытался ткнуть этот мяч в сторону штрафной площади. И... А водочка пошла, пошла за удар! Это... Хорошо было. Зериков на месте. По-моему, там мяч сцепил одного из защитников, поэтому... Тараулил. Так, Соснин. Как шикарно убрал! И засылает Бухара туда, в штрафную. Бухар выигрывает единоборство, можно дать передачу в центре. И одиннадцатый. Надо влетать, надо влетать. И... Бухар дай удар! У него было очень мало пространства для удара. Слушай, ну и спотс, так скажем, да. И спотс, так скажем, да, и спотс себя ударил хорошо. И защитник находился прям в упор к нему. Поэтому там буквально вот приходилось идеальный угол вымерять. Но при этом все, мы видим то, что Ротарик полностью контролировал ситуацию. Да, ну размаха действительно там было на поле. И Чаев поле покинул. Ну что же. Под себя передача шикарная. Можно здесь попытаться с ударом. Но чуть хитрее был игрок команды Broke Boys. Но и, к сожалению, для себя Броуки этот момент до голевого довести не сумели. Скромный Дыба. Спасибо тебе, что пришел на это интервью. Ну а здесь уже активизируется поддержка денег. И что же, может сейчас у Броука получится сделать счет 2-1? Нет, минует опасность от их ворот. Ну а по-прежнему Броуки с мячом. Ежов, может, с дальним ударом. Но нет, здесь накрывает Артур Бортиросян. Отдает под себя. И что, может быть, заслать его на правую бровку? Но нет, все-таки мяч у Броуков остается. И вот туда в борьбу, в борьбу, в борьбу. Бухар готов за этот мяч впрягаться. Соснин мягенько на Макея. Макея на Бухар. Можно играть дальше. Бухар, что же, адресат есть в виде рощина. Рощин пробьет или нет. Шикарно снимает этот мяч с ноги. Игрок в деньге. Неплохо в стеночку разыграли деньги. И вот таки подачка мягенькая на дальнюю. Попытка удара была на момент еще доигрывается. Но все-таки мяч уходит за линию. Бухар с мячом. А вот она и возможность проявить себя. Но нет, никакой возможности. Есть два. Защитник окружает его. Еще и третий. А именно демон забирает у него мяч. Попытается сыграть дальше. В обводочку. Закрывает с собой мяч. И тут можно пробоком сыграть оружие. А это пенальти. Это дон. Ну, когда тебя берут в коробку вдвоем, грех не упасть. И кто кого оставит в дураках? Вот это пока что открытый вопрос. Удар. 2-1. Уверенно, уверенно. Сергей Шиунов делает счет 2-1 в пользу своей команды. Две остается доиграть. Попытка последней. Возможно, одно из последних атак для ФК. Деньги. Хороший перевод. Получится. И что? Ай, Дамир Трегулов, по-моему, угрожал воротом. Но, тем не менее, мяч остается на поле. Все там. Все ключевые лица. И что же? Подача от Вашакидзе. Мягенькая на дальнюю штангу. И верховой единоборство выигрывает с Эдиками. Мяч по-прежнему в игре. Шепляков мяч на грудь. При нем в итоге. И Зинька забирает мяч без особого труда. Это 2-1. Это 2-1, дорогие друзья. Такой мяч. Играет мяч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода.